Ребята, не пугайтесь, с Максимом все нормально, просто я выпросила у него игровой ноутбук и решила сама сделать на него обзор. Вот на чем можно сэкономить, чтобы бюджетный игровой ноутбук не стоил как самолет. Ну, например, отказаться от металла в корпусе и от RGB-подсветки. Главное, не экономить на производительности. Это все-таки игровая машина. Ну, вот такой, собственно, и получился новый Acer Inspire VX15. Его внешний вид можно назвать уже классическим игровым. Копируя гоночный болид, дизайнеры не переборщили с рюшечками. Линии агрессивны, но не слишком. Красные вставки добавляют пафоса, но не выглядят аляповато. Все в меру и достаточно симпатично. Металла, как я уже сказала, ни на крышке, ни на рабочей поверхности нет. Но чтобы выглядело все чуть престижней, пластик оформили под шлифованный алюминий. Если не приглядываться и не щупать, то ок. Клавиатура очень приятная. Есть одноуровневая подсветка красного цвета. Игровые выделены. Есть цифровой блок, правда, чуть ужат. Я вот не люблю, когда кнопку питания размещают вот так вместе с остальной клавиатурой. Но здесь я готова смириться. Во-первых, она срабатывает только при длительном нажатии. А во-вторых, есть утилита, которая задает действия для этой кнопки. Экран вызывает двойственные чувства. Здесь IPS-матрица. Отличные углы обзора, точная температура и гамма. Но с охватом все плоховато. Геймерам все равно, наверное. А вот работать с цветом за таким ноутом будет не очень. В продаже появятся четыре модификации этого ноутбука с разными комплектующими. У меня на столе топовая. Скоро i7-7700HQ и 4-гиговой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и 16 гигабайт оперативной памяти. Интересно, что внутри установлен один SSD емкостью 256 гигабайт. Это модуль M.2 от Intel. Но есть посадочное место еще под одно устройство формата 2,5 дюйма. Правда, сами вы его не установите. Надо нести ноутбук в сервисный центр. Там нет салазок и все такое. В тесте Fire Strike Extreme ноут набрал почти 3600 попугаев. Но кого интересует синтетика? Чтобы было понятнее, в третьем Ведьмаке ноутбук выдает 30 FPS на ультра-настройках и 50 при выключенном Hairworks с высоким пресетом графики. Конечно, с играми попроще, типа Counter-Strike, все вообще прекрасно. До 200 FPS при максимальных настройках графики. При этом ноутбук греется умеренно и, что самое приятное, не сильно шумит. Обычно в таких ноутах вторая решетка декоративная, а вентилятор спрятан только за одной из них. Но в этом ноутбуке стоят честные два. Автономность у VX15 стандартная, PCMark в тесте батарейки показал 2 часа 40 минут. Это если играть, смотреть видео и чатиться. В общем, ноутбучик получился добротный. Да, экран у него не лучший, но во всем остальном он очень даже неплох. Хорошо собран, производительный и для любителей киберспорта подойдет идеально. Какая-нибудь Dota или Overwatch на нем будут летать. Да и цена не заоблачная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!